Всем привет! Расскажу анекдоты про котов. Мужику надоел кот, и отвез он его подальше. Но кот вернулся, и так несколько раз. Наконец мужик отвез его совсем далеко, и всю дорогу вилял, и запутывал дорогу. В результате сам заблудился, и по сотовому из леса звонит домой жене. Кот пришел? Да. Ну-ка позови эту сволочь телефону. Вчера целый день деньги отмывал. Что, хорошую прибыль получил? Да не, кот кошелек нагадил. Жена приходит домой, видит муж, тычет грудного малыша носом в запачканной пеленке. Ты чего? Да вот отучить пытаюсь. Сосед вон кота своего отучил. Общаются две кошки. И когда он обещал на тебе жениться? В марте. В марте они все обещают. Встречаются две подруги. Как дела? Развелась. Живу на лекарствах. Валерьянку пять раз в день пью. Бедная. Никто тебя не любит, не понимает. Ну почему же? Кот любит. Заберите своего кота. Он немой. Да хоть слепой. Говорю, заберите. Вчера директор столичного супермаркета выгнал местного кота. Говорят, тот метил на его место. Сидят мужик и кот. Эх, говорит мужик. Жена моя вчера тройню родила. Не переживай, отвечает кот. Раздашь. Идет экзамен по зоологии. Преподаватель спрашивает студентку, блондинку. Почему кошка научилась видеть в темноте? Потому что не достает до выключателя. Чтобы показать, кто в доме хозяин, Иван три часа тыкал кота носом документы на квартиру. Люся, а ты зачем мои новые брюки постирала? Я же в них всего один раз сходил. Ну, кошка в них тоже один раз сходила. Как объяснить коту, что квартира и так наша? И метить ее совсем не обязательно. Разговор двух приятелей. Прикинь, у меня дома мышь над кошкой издевается. Как это? Да сыр мышеловки валерьянкой мажет. Жена мужу. Покорми кота. Он сыт. Как посыт, покорми. Вор спрашивает черную кошку, Которая перебежала ему дорогу, Когда он шел на дело. На кого работаешь? Муррр, ответила та. Жена говорит мужу. Я наконец-то приучила кота ходить в туалет на газету. Хорошо бы ты еще научила его ждать, Пока я его дочитаю. У собак есть хозяин, А у кошек обслуживающий персонал.